Оттачивалась техника. Были специалисты, наставники по обучению солдат в искусство штыкового боя. И ещё в своё время Сукурова говорил, что пуля, юра, штык молодец. Вражеские солдаты во все эпохи боялись нашего искусства штыка, потому что ещё в Полтавской Блике наши прихотинцы показали такой фирменный приём, который в дальнейшем используется на протяжении многих войн, вплоть до запрета его джиневской конвенции, как в Нигмане. Но техника менялась, и постепенно какие-то неэффективные приёмы были вычинены из арсенала, а остались наиболее боеспособными. И, скажем так, в Красной Раме искусству штыкового боя уделялось особое внимание. То есть, когда началась Великой Отечественной войне, как показала практика, немцы совершенно не были готовы к штыковому бою. А силу русского штыка наши солдаты показали уже в первые дни войны, в частности, в Брестской крепости. В штыковом бою уделялось очень серьёзное внимание. В частности, до военной службы были специальные секции, где практиковалось искусство штыкового боя. Ну, проходили тренировки, то есть специальное защитное снаряжение, где не было настоящего штыка. Был такой муляж, в общем, с защитой на конце, что невозможно было нанести какую-то травму. И зачастую эти поединки проходили на любых праздниках, в общем, всё это демонстрировалось и агитировалось. И этому искусству уже, скажем так, молодое поколение могло обучаться уже с юных лет. Вот, и сейчас мы некоторые элементы штыкового боя, которые уже воплошены в историю, мы сейчас проимонсрируем. Сейчас мы покажем укол и защиту. Вот, и сейчас мы должны показывать его. Вот есть карета. Первая колка, сильнее обматики и отбивки. Эээ, вторая фраза, когда взбиваешь штыковый. Делаешь второй удар и занимаешь подверг. А так же, полностьюязательно готовим. А вот теперь. Спасибо. Спасибо. Такой бой был быстротечный, и тренировки по штыковому бою воспитывали мужество, воспитывали быстроту, реакцию в однокровии солдат. И поэтому наши бойцы оказались в годы войны более подготовленными, чем немецкие солдаты. Несмотря на то, что Вторая мировая война была войной на Торо, но, как показала практика, всегда имелось место для штыкового боя. В частности, морская пехота очень часто ходили в штыковому, и немцы не зря ее прозвали «черной смертью». Штыковые атаки морских пехотинцев советских наводили ужас на битерцев. И, как показывает статистика, 80% штыковых атак были инициированы именно рабочие Кистьянской Красной Армии и флота. Вот, собственно, все, что мы хотим. Спасибо. Спасибо.